всем привет nimble framework часть 3 это видео также посвящено микросервисной архитектуре в частности шаблону при помощи которого можно быстро создавать сервисы на базе платформы sp.net core 3.0 и в общем в этом видео будет разговор не только про сам шаблон из чего он состоит из чего складывается но и немножечко про фреймворк который включен в этот шаблон итак основные аспекты в шаблоне давайте для начала отделим немножечко сам шаблон да то есть то что создает непосредственно приложение и немножечко вот нет фреймворк то есть войне извиняюсь не был фреймворк все не могут никак не мы привыкли так смотрите шаблон позволяет создать инфраструктуру которая будет работать на sp.net core использовать entity framework core и использовать microsoft identity в этой же вот инфраструктуре используются некоторые инструменты как-то слагер да который позволяет и 5 доступ иметь через юай более простой вариант чем строить какое-то стороннее приложение также инструмент является один из основных а автомапер да то есть все в моду и то есть все идите имеют какие-то определенные модулы для того чтобы на юай и можно было предоставить доступ к этой сущности но и собственно говоря identity сервер который позволяет непосредственно реализовать авторизацию аутентификацию пользователей предыдущих версиях sp.net mvc в частности 5 например версии была встроенная поддержка identity сервера ну то есть не эти сервер была была вообще сервер авторизации так называемый последствия от него microsoft отказался и вот собственно говоря identity сервер сторонняя разработка от microsoft но не дали как на предыдущей конференции microsoft подтвердил как сказать спонсорскую помощь в этому проекту поэтому можно сказать что в следующем или в ближайшем там будущем ли вообще скажем так в будущем возможно что войсб.net core появится интегрированная версия какая-то identity сервер или ее части в общем вот это вот что касается первой инфраструктуры инструментов это так называемый вот само приложение сам фреймворк то есть то что держи сам фреймворк именно приложение которое ну вот создает вся создается из шаблона а что касается не был премии ворк кто это как бы небольшая часть этого шаблона которая позволяет реализовать некоторые дополнительные фишечки собственно говоря вы можете использовать этот не был ворка можете не использовать и суть как бы в том что это расширение есть уже и встроена встроена значите можно пользоваться и так давай теперь поконкретнее про инфраструктуры так инфраструктуру нас включает из себя идентий а сп этот нет корр причем была предыдущая версия шаблона в котором была версия 2.2 dsp.net core в новой версии то есть 30 надо сказать что уже скоро выходит 3.1 но суть в том что я думаю что очень мало поменяется между 3.1 и 3.0 будем посмотреть в общем то еще в инфраструктуру включено entity framework core библиотека в частности в виде внуки пекеджа и вся архитектура построена непосредственно использование этого фреймворка для управления данным то есть этого орма также в инфраструктуру я уже говорил включается microsoft identity который позволяет делать проверку пользователей собственно говоря аутентификацию пользователей по стандартам microsoft по open os 2.0 стандартам ну и собственно ряд туда подключается и всякие социальные сети ну такая псевдореализация microsoft существует она имеет базовое понятие то есть самого identity сервера нет то есть он должен быть это сторонним так сказать или google или microsoft или в том числе там facebook неважно но вот этот вот microsoft identity в принципе может обеспечивать взаимодействие с другими авторизейшн серверами что касается инструментов смотрите как раз свагер позволяет использовать юай так называемый то есть специальные там страницу сайта так называемого который может иметь доступ к вашим контроллерам подставлять там какие-то методы контроль в общем посмотрите что такое свагер на самом деле очень полезная штука и microsoft опять же в частности недавно в конференции 2019 которая в бинар был они подтвердили свое тоже спонсорскую помощь этому проекту автоматер как я уже говорил является посредником между entity и в модулами которые на это энтить маппица то есть для того чтобы упростить процесс и добавить еще один так называемый pipeline который позволяет использовать промежуточные вот эти вот в процессе маппинга механизмы для обработки включая дополнительную логику по обработке как раз в бизнес правил что касается идентифи сервера это как раз реализация того openos 2.0 при помощи microsoft identity которому можно подключиться и собственно говоря то есть не какой-то сторонний сайт а именно идентифи сервер надо отметить что этот идентифи сервер может работать как стендалон то есть совершенно отдельный сервер и в общем то он может быть не встроен в систему как в одном из шаблона сделано которые не используют как раз авторизации так и с ним то есть это как бы на самом деле на ваше усмотрение и так что же такое они был фреймворк но вообще я смотрите если вы говорить про него фреймворк то по большому счету это там одна папочка который называется engine грубо говоря но я немножко больше включают понятия и вот не был фреймворк начинается непосредственно самого шаблона и так что есть шаблоне шаблоне есть настроенное приложение которое имеет авторизацию идентификацию плюс просмотр его а может быть там какие-то фишечки по маппингу например автоматер в общем это готовый api backend так называемый который вы можете использовать плюс к этому в него встроен паттерн так называемый unit of work который позволяет обращаться с базы данных через непосредственно unit of work соединение через репозиторий это в принципе встроена вы можете пользователи нет но и далее следующим уровнем идет уже непосредственно готовый крут то есть речь идет о чем если у вас есть какая-то платформа которого настроенное приложение в него уже строят unit of work и собственно говоря на этот unit of work сделан уже крут так называемый готовый паттерн который включает себе readable и writable контроллеры более того вы можете использовать отдельно настроенное приложение остальное все нафиг удалить чтобы не было юнитов ворков и готовых крудов то есть вас останется просто сконфигурированный шаблон достаточно удалить там пару-тройку сборок и собственно говоря даже не использовать nimble framework а просто будет готовый шаблон а использовать на этот курс настроенным свагером там маппингом и чё там еще в нем остается вы можете оставить unit of work и не использовать готовый крут а написать на unit of work паттерн свои собственные методы и свои собственные контроллеры в общем то как раз framework позволяет все это либо использовать либо нет тут по нарастающей если вы хотите использовать все сразу у вас будут контроллер доступны если не хотите использовать крут то вы выкидываете одну сборку подключаете другой у вас будет только unit of work в общем это очень гибкая система она позволяет делать на самом деле очень много теперь вот по порядку да что собственно говоря дает этот используем только верхний уровень настроена приложения то есть для этого вам достаточно удалить все сборки которые начинаются на колобонга звездочка ну грубо говоря да и у вас будет как я уже сказал готовое настроенное приложение с авторизацией аутентификацией там свагером и маппером принципе вы тоже можете удалить или там поставить свой собственный любимый например autofact dependency контейнер и остальные сборки все по удалять и у вас будет ну не не был фреймворк но отличное начало для чистая платформа дальше если говорить про unit of work то вот как раз в концепцию этого на вид в этих так сказать как это сказать то господи если говорить про вот непосредственно юниту ворк что он включает себя вот эти вот на гид пакет которые там колобонга юниту ворка полотенка вот на ю о в то есть юниту ворк он включает из себя использование identity сервера поэтому там есть дополнительные фишечки а ю о в эти дополнительные фишки от идентификации не включая то есть там нету ничего что связано с пользователями и ролями соответственно если вы ну то есть в 11 один юниту ворк . нет ворк стоит в одном шаблоне который используется идентификации сервера и увы стоит в том день дети сервер не используется в общем то если вы сейчас покажу вот так вот слайд смотрите вот крут он как раз на настройка на этот фреймворк на предыдущей и вот вот этот вот юниту ворк не мойmost этот ремборк настроек то сюдаzek марки то есть по большому счету не был фреймворк и они вот эти вот пакеты уже установлены в небо фреймворк то есть шаблон который приложение которое будет изготовлена создана при помощи шаблона так вот если вы вдали вот этот рембор ки поставить вот этот фреймворк то у вас будет голые unit of work, без всяких каких-то фреймворков. Правильно? Ну да, правильно. Вот. Ну и, собственно говоря, вот unit of work, это касается с identity сервером, а UOV это без identity сервера. Ну и, как вы понимаете, в готовом шаблоне, где есть CRUD, вот этот unit of work, они уже как бы имеют реализацию. В общем-то, вот этот фреймворк, как я уже говорил, это и есть Nimble Framework, по большому счету. Итак, давайте теперь дальше перейдем непосредственно к самому Nimble Framework. Что есть такое фреймворк? Что такое CRUD? CRUD это аббревиатура, как вы помните, это create, read, update, delete, первые буквы. И в этом фреймворке существует, грубо говоря, два, ну их вообще четыре контроллера, и более подробно описано в документации в Википедии на GitHub. Вот. Основные контроллеры это read-only и writable контроллер. Read-only позволяет буквально там в два клика создать как это называется, контроллер, который будет иметь два метода, getById и getPaged. В общем, для этого потребуется сама entity, ну, на моем примере вот log, да, и viewmodel для отображения этой сущности на стороне клиента, ну, так называемый log viewmodel. В общем, это мало интересная информация, она слишком простая, давайте, если чего, я потом покажу, какую использовать. Но давайте для начала остановимся, вернее, давайте уже все-таки поговорим про writable контроллер, то есть то, что как раз и дает вот эту вот полноценную систему крут. Как вы понимаете, writable подразумевает запись, и поэтому для того, чтобы записывать, нужна как бы сама сущность, да, вот entity, на примере log, нужны какие-то viewmodel, которые в ясности обозначают create viewmodel, log create viewmodel, log update viewmodel, log viewmodel. Понятно, для чего каждый из них нужен, ну, я думаю, понятно, да. В общем, и еще вот так называемые так сущности entity manager, entity validator и viewmodel factory. На примере них, вот ниже, например, log manager, log validator, log model factory. Вернее, даже он должен называться log viewmodel factory. Но суть не в этом. Суть в том, что вот эти вот основные элементы, да, вот я сейчас так вот сделаю, entity manager, entity validator и viewmodel factory, вот это и есть основная часть самого фреймворка, который дает, в общем-то, большой функционал, большую возможность по управлению сущностью. И вот, чтобы перейти к следующему слайду, который более подробно объяснит, наверное, вот на примере сущности log опять же, вот этот writable controller, он использует в себе вот эти вот все четыре сущности. Вернее, все три сущности, которые все крутятся вокруг viewmodels. То есть, есть entity manager, понятно, наверное, из названия, что он управляет сущностью. Дальше про него поговорим. Существует также entity validator. Собственно говоря, есть два основных способа проверять сущность, которая попадает в базу данных. Первое, это во viewmodel, который приходит, ну, например, в create viewmodel или update viewmodel. Я вот так вот сейчас указку включу. Вот, create viewmodel и update viewmodel. Есть возможность имплементировать интерфейс iValidatableObject и на этапе проверки самого viewmodel отвалидировать property, ну, то есть свойства этой сущности, например, log. Вот. А есть, допустим, entity validator, который позволяет уже после того, как запрос пришел в контроллер, запустить пачку проверок уже внутри базы, да, например, сделать бизнес-логику. Ну, вот по этому принципу я как раз и разделяю вот эти сущности. Есть create viewmodel, update viewmodel, которые можно проверить через iValidatableObject. Это будет в основном свойство валидирования. И entity validator, вторая сущность, которая позволяет в том числе проверить и свойства, но в большинстве случаев она используется для того, чтобы сделать запрос к базе. Например, вы не можете сохранить сущность таким же идентификатором, то есть для того, чтобы проверить, что она есть. То есть в viewmodel, который придет на view, он будет абсолютно валиден, то есть идентификатор будет валидный. А вот в entity validator она как раз проверит систему, что можно сделать запрос и проверить, есть ли такая сущность, и выкинуть наружу уведомление, что такая сущность существует и сохранять ее нельзя. В общем, ключевым моментом, опять же, является viewmodel factory, который как раз и генерирует, то есть позволяет задать возможность генерирования viewmodel для creator и viewmodel для апдейта. дальше по ходу мы увидим, как эти методы конкретно называются. В общем, viewmodel и viewmodel factory и entity validator, они инжектятся, то есть выливаются как зависимость в entity manager. Вот. То есть entity manager в процессе работы с сущностью как раз манипулирует entity validator и entity factory. Ну, дальше будет все гораздо понятнее, сейчас главное понять, услышать какие есть сущности. И все вот эти вот entity manager, validator, и factory, они все крутятся вокруг этих viewmodel, то есть так или иначе между собой связаны. Другими словами, вот сейчас наглядно понятно, что, от чего и кто и как. Если непонятно, пишите, спрашивайте, снова расскажу. Мне не трудно. Итак, давайте тогда посмотрим про модели. Собственно говоря, я про них уже все сказал. Понятно, что есть viewmodel, есть такой паттерн, даже не паттерн, наверное, договоренность, она приходит со временем. Есть разные мнения, например, что если сущность простая или соответствует, можно ее выкинуть на UI без приведения к viewmodel, то есть без создания viewmodel на прямую сущность. Я этого из принципа никогда не делаю, в этом есть определенные законы. Во-первых, с точки зрения безопасности нельзя никогда показывать. То есть смотрите, когда у вас какая-то сущность хранится в базе данных, она всегда имеет дополнительные, желательно, чтобы она тогда имела дополнительные свойства, которые не обязательно показывают на UI, которые могут быть запрещены каким-то пользователем с какими-то ролями. И если вы целиком сущность получаете и отправляете на UI, то есть для простых проектов, наверное, это имеет смысл быть. Но вот мне по долгу службы приходится непростые проекты писать, и поэтому даже для самых простых сущностей у меня в привычке создавать вью-модулы, в общем-то это оправдывается со временем, потому что так или иначе рано или поздно проекты становятся сложными, и вью-модулы, если уже созданы, то добавить их просто, чем если их заново создавать. в общем-то на вкус и цвет любого пользователя, как вам оно угодно, но я в своем фреймворке придерживаюсь того, что все сущности, которые лежат в базе, никогда не выходят наружу, прямиком, а только через свое представление во вью-модулах. Причем количество вью-модулов может разниться от одного до нескольких десятков, я про что говорю? Ну, допустим, у вас есть какая-то сущность, например, там, селери, то есть зарплата, селери-вью-модулах. И вот, собственно говоря, селери для пользователя она может иметь одни параметры и одни свойства. Селери, в смысле, ну да, селери для бухгалтера она может иметь еще и дополнительные свойства, там, какие-то расчетные там, характеристики, коэффициенты, которые пользователю видеть нельзя. И в данном виде уже получается не просто селери-вью-модул, а селери-менеджер-вью-модулах, селери-юзер-вью-модулах понятиями я оперирую, чтобы было понятно. Извините за каламбур. Ну и, в общем, для создания такие же вью-модалы подразделяются, то есть log-create-вью-модул может там иметь допол... То есть сущность log может иметь обыкновенный, да, дефолтный, так называемый log-create-вью-модал, ну и дополнительный, допустим, log-create-by-system, да, вью-модул, или там log-create-by- as-list, там, вью-модул, как я уже сказал, вью-модула в кодной сущности, ну, может доходить там до десятков, там, единиц. А в идеале их как минимум три, на create, update и на view. Вот ровные моменты, они, то есть не ровные, так сказать, а базовые, да, log-create-log-update-log-view-modal, они заложены вот в этот фреймворк. Итак, дальше давайте по ходу у нас идет view-модал-сектор, и так вот, во фреймворк заложены специальные методы, которые называются create, generate for create и generate for update. В этот, как раз вот view-модал-фэкторе позволяет ума, как сказать по-русски, так господи, позволяет упростить выдачу view-модала для UI, да, для клиентов, которые будут потреблять или использовать ваш фреймворк. Например, допустим, у вас есть какая-то сущность, которая называется, там, ну, я не знаю, менеджер, да, и для того, чтобы создать менеджера, нужно выбрать какой-то, ну, скажем так, выбрать какой-то специализированный, там, формат даты, или место в расположении, или там, на основании времени для, там, суток выбрать ему приветствие, да, да, вот, если вы создадите вручную, да, какой-нибудь view-model, ну, собственно говоря, вам никто не запретит, но если вы воспользуетесь методом, который создает для сущности менеджер view-model, то есть, есть такой специальный, я буду потом в дальнейшем все это говорить и показывать, то это будет проще, можно подставить предопределенную дату, можно подставить параметры пользователя из профиля, да, или значение по умолчанию из настроек, то есть, чтобы во view-model уже вновь созданный подставились те значения, которые там, дефолтные или там, которые из профиля, и такую же манипуляцию можно проделать и с create-update, generate-for-update, да, view-model, который тоже создается, то есть, возвращаясь к предыдущему слайду, да, вот там, то есть, вот этот create-view-model и update-view-model можно сгенерировать, выполнив там два метода, вот этот и вот этот соответственно, плюсов тоже на самом деле в этом много, их можно использовать, можно нет, но, в общем-то, я думаю, со временем будет все понятно. Итак, следующая важная штука, называется антитивалидатор, я про него уже практически все сказал, упомяну только некоторое количество методов, которые в нем существуют, ну, основных, скажем так, это validate-on-insert, validate-on-update и validate-on-insert or update, то есть, как понятно из названия, каждый из них выполняется непосредственно при вставке, то есть, при создании сущности, при изменении сущности, update, или и там, и там, то есть, или при создании, или апдейте. Вот как раз этот антитивалидатор по умолчанию вот эти свойства можно и прокидывать, то есть, понимаете, да, что гибкость большая в этом смысле и тоже можно ее удачно использовать. Ну, и, собственно говоря, самая главная штука, которая вообще и есть по большому счету гвоздь, даже не гвоздь, наверное, вершина, вот, entity manager, да, во фреймворке Nimble. Значит, так как у нас есть крут, у нас есть непосредственно создание очень важный процесс и редактирование, да, тоже очень важный процесс. Процесс getById и getPaged, они унаследованы из readonly контроллера, то есть, writable контроллер является наследником от readable контроллер, соответственно, методы getById и getPaged в нем уже существуют. И, таким образом, вот этот D, то есть, delete, она не особо сильно влияет на бизнес-логику и поэтому там основных бизнес-процессов нету, удаление есть удаление. Но и, тем не менее, вы и его можете переопределить. И, таким образом, получается, что у нас остается create и update, два главных метода, которые в концепции REST сервиса называются putItem и postItem, ну, вернее, наоборот, postItem на create и putItem на update. Вот. И, собственно говоря, этот entity менеджер дополнительные методы имеет, которые специализируются для конкретной сущности отдельно. Таким образом, достигается очень большая гибкость. У каждой сущности, которая существует в проекте, теоретически или в теории, должен быть свой собственный entity менеджер, который позволяет управлять этой сущностью для каждого из методов. Таким образом, получается, что в writable frameworker в writable контроллер работает для всех сущностей одинаково. Он создает транзакцию, открывает, валидирует, просматривает. Но вот дополнительные фишки, которые существуют в каждом методе, например, в методе create, они позволяют универсализировать обработку для конкретной сущности. Например, у нас есть entity manager, у него метод есть postItem, и вот эти так называемая очередность выполнения этих методов позволяет манипулировать самой сущностью на разных этапах. Например, из названия первого понятно, что beforeMapping, перед тем, как в сущность передать из ViewModule какие-то данные, вы можете выполнить этот метод и обработать его по-разному. Дальше, SetAuditInformation позволяет установить, кто изменил этот метод, собственно говоря, в каждом методе, в каждом entity manager для каждой сущности вы можете настроить его как угодно. Дальше, метод beforeMapping validation, то есть, перед тем, как производить какие-то валидации из entity валидатора, вы можете дополнительно проделать какие-то манипуляции, подставить значения, изменить их, перепроверить. В общем, достаточно гибкая система получается. Дальше идет ValidateUserAccessRide, то есть проверка пользователя на наличие доступа к этой записи, к этому процессу создания. Ну и, в общем-то, дальше из названия, я думаю, понятно, что beforeSafeChange происходит перед тем, как в базу сохраняется, то есть, ViewModel уже обработан, в entity уже все назначены, все свойства установлены в нужные значения, beforeSafeChange, то есть, перед тем, как сохранить, можно тоже получить и посмотреть и проверить еще раз, что происходит. Ну и в итоге либо успешно сохранилась запись, тогда мы смотрим afterSafeChangeSuccess, или неуспешно тогда afterSafeChangeFailed, в общем, в этих двух методах либо тот, либо тот сработает, если удачно одна, если неудачно, другая. Гибкость, ну, просто, просто обалденно, да, вот на нескольких проектах использую, позволяет делать очень многое количество всяких рулезных штучек. Главное, просто понять, как это работает. Ну и, если в entity manager есть метод, есть методы, вот это, это название как раз всех методов, да, которые имеют свои там определенные вызовы. Вы просто создаете менеджер по умолчанию и оверрайдом можете вот эти места, я все это потом покажу. Ну и, раз, собственно говоря, у нас есть метод create, то такое же, примерно такое же количество методов существует в entity manager и для поста, то есть, или для обновления сущности. Но, единственное, там есть некоторое отличие, например, здесь вот уже find entity, как он называется, find entity метод, он позволяет найти сущность в базе данных. По умолчанию сущность ищется по идентификатору, но вы можете переопределить этот метод и искать там по названию, по группе названий, по, в общем, как-то найти сущность в этом методе, в этой, в смысле, в базе данных можно указать в этом методе. Ну и, собственно говоря, дальше практически все повторяется, имеет один и тот же принцип работы. Я могу предположить, что, на самом деле, это тяжело и не сразу так слеток понять, но я буду делать примеры и, собственно говоря, буду показывать, как это все работает. Это, ну, просто проверено на нескольких проектах, причем, бизнес-проектах, работает на ура, и будем, давайте вместе развивать его, этот фреймворк. Значит, что у нас в итоге-то осталось? Nibble Framework на самом деле это шаблон, шаблон, в который включены базовые паттерны, например, Unit of Work и также надстройки на эти паттерны, которые там уже как раз и есть в Writable и Readable вот эти контроллеры. Что вы получаете, когда создали новое приложение? Ну, во-первых, это хорошая основа для старта, теоретически вы можете удалить все ненужные вам библиотеки, то есть Nibble Packet, и у вас будет чистая платформа, с которой можете играться дальше, как вам Бог положит. Если вы оставляете свой функционал, который уже я написал, вы можете тоже его использовать в любом способе. Первый, использовать Unit of Work и удалить вот эти контроллеры Writable и Readable, и, в общем-то, только Unit of Work позволит вам писать там простейшие приложения, а может быть, наоборот, и сложнейшие, но уже на основе ваших заготовок, ваших, так сказать, наработок. Вот. Ну и, собственно говоря, вы можете использовать уже существующий функционал, более того, вы можете не только его расширить своими собственными там, оверрайдами какими-то, ну и даже можете написать свою собственную реализацию, потому что все так или иначе абстрагировано от реализации, есть абстрактные интерфейсы, так сказать, и классы, реализация которых можно там чуть ли не диаметрально противоположную функциональность реализовать при помощи кастомных реализаций. Ну и, допустим, если все-таки вы не хотите использовать, как я сказал, Nimble Framework, то есть сам Writable, Readable, или даже Unity Work, достаточно просто удалить все наггет-пакеты, которые начинаются на Колобонга звездочка, чтобы у вас остался как он, ISP.NET Core, 3.0 в частности, ну или 2.0 в зависимости от того, какой шаблон вы возьмете, чтобы у вас был Swagger подключен в системе, который позволяет выполнять методы контроллеров прямо из UI, удалить, допустим, остальные наггет-пакеты, например, AutoMapper, ну если вы, допустим, не хотите использовать. В общем, я вот готов еще раз повторить, что этот Nimble Framework это очень гибкая штука, которая никак вас не обязует что-то там использовать или не использовать. Опять же, повторюсь, во-первых, это шаблон из API, головы API, в который встроен там Swagger и, допустим, Anti-Framework. Это реализация, то есть, как бы, следующий уровень это реализация Unity Work, то есть, доступ к базе данных. И на этот Unity Work написан еще один уровень, который называется Framework. Собственно говоря, вот он и есть, Nimble Framework, в очередной раз и повторюсь. Я готов отвечать на вопросы, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь. Дальше, по ходу изучения Framework и по ходу его документирования, возможно, все будет гораздо проще и мне не нужно будет много раз объяснять. Я для того, чтобы сократить количество объяснений, начал вести документацию в разделе Wiki на сайте Microsoft, ой, фу, микросервис, темплейт начал некоторые данные наполнять. В частности, уже есть вот некоторое количество, так сказать, статей, если можно выразиться. То есть, можете заходить, смотреть, читать, спрашивать, опять же. Ну, и, собственно говоря, есть одна из этих, вот чуть ниже, там, если мотануть, есть такая вот файлы и папки, их предназначение в проектах. Здесь, в этом разделе описано как раз из чего состоит папки важные, файлы, кто, куда, чего, кому, как, зачем, почему. То есть, было бы неплохо вот это вот все прочитать, ознакомиться, если будут вопросы, опять же, отвечу. Ну, это просто поставит вот все точки на дье, да, есть папка, например, engine, в которой лежат factory, viewmodel factory, entity валидаторы все, в общем, ну, опять же, с примеру, будет все понятно. Ну, и, наверное, в заключении, наверное, в заключении хочу, а, ну, спасибо, что смотрите, спасибо, что пишете, пожалуйста, подписывайтесь на канал, чтобы получать уведомления о новых видео. если вам не жалко, ставьте лайки, не то, чтобы они прям совсем не нужны, но пусть будут. Ну, и, собственно говоря, не стесняйтесь задавать вопросы. Я еще раз могу повторить, фреймворк рабочий и его уровня использования несколько. то есть от просто API до юнитворка и, собственно говоря, вообще до шаблона. Более того, создавать базовые классы, базовые контроллеры для с простым крудом, это буквально, я вот, не знаю, на предыдущем фреймворке, который версии 2.2, я показывал, как легко из темплейта создавать вот всю инфраструктуру и что это буквально занимает 10 секунд. Ну, за исключением того, что потом маппинги нужно настроить. В общем, скорость по созданию круда для ваших бэкэндов, она очень большая. А с точки зрения масштабируемости созданных приложений, она, собственно говоря, стремится к бесконечности. Все, наверное, хватит говорить. Пишите вопросы, ставьте, опять же, лайки. Всего, доброго и хорошего вам. Пишите правильный код. Вот.